Еще одна идея, которая будоражит мне голову уже длительное время, это гостинично-туристический бизнес. Как все это начиналось, на самом деле я всю жизнь мечтал об этом заниматься, но совершенно случайно так получилось, что одна из моих квартир была пустая. Мы никак не могли ее долгое время продать, и мы решили сдавать ее в наем. И тогда у меня родилась идея сдавать ее в наем не на длительный срок, потому что на рынке было достаточно большое количество предложений. В Финляндии квартира сдается на долгий срок без мебели. Идея была сделать с мебелью и сдавать на любой срок, от одного дня до года, то есть по мере необходимости клиента. Ну так называемую доходную квартиру сделать. Мысль была такая, что если мы будем сдавать ее с мебелью и со всей обстановкой необходимой, то есть можно приехать и жить, в общем-то, включая зубную пасту, зубные щетки, бритвенные принадлежности, дезодоранты, ополаскиватель для рта, все это есть у нас. То есть человек может приехать вообще абсолютно без вещей и, в общем-то, спокойно жить какое-то время на том, что есть. Мысль была в том, что если мы сдаем посуточно, понедельно, то цели две. Ну, максимальная прибыль, естественно, и вторая цель, ну, как можно меньше, чтобы гостей жило в этой квартире, чтобы они жили не постоянно, а периодически, для того, чтобы не требовался большой ремонт. Но, тем не менее, вернемся к цифрам. Мы сдаем уже третий год. Вот, и я могу сказать, что на данный, на данный этап, момент времени, доход от этой квартиры превысил доход от логистики. В чем разница сдачи квартиры в Финляндии от сдачи квартиры, например, в Эстонии или в России цена? Дело в том, что цены на гостиничные услуги в Финляндии достаточно велики, впрочем, как и цены на аренду квартир. Именно поэтому нам удается сдавать финнам, шведам, европейцам свою квартиру 200 квадратных метров за 250-270 евро за ночь. И эта цена считается у наших клиентов ценой небольшой, низкой ценой. Они так и говорят, очень дешево такое предложение мы не можем найти дешевле. Так вернемся теперь к главной идее, которая у меня есть, и может быть кто-то с удовольствием примет участие в этой идее. Ну, сам простой вариант это выкупить некое здание, и, конечно, лучше здание выкупить ближе к Хельсинки, потому что там спрос на такого рода услуги колоссальный, больше чем в Котке. В Котке, на самом деле, командированных достаточно много, но в Хельсинки их значительно больше. Причем в Хельсинки есть люди, которые приезжают работать на месяц, на два, на три. Ну, так как у нас в Хамине Google, в Котке у нас Nord Stream, плюс еще некие проекты. То есть, людей по бизнесу приезжает много, но, конечно, в Хельсинки людей приезжает по бизнесу еще больше. Выкупить какой-то дом, сделать в нем ремонт и превратить его в доходный дом. Вот именно в том понимании, в каком он был до революции 1917 года. Ну, при наличии неких средств можно, конечно, замахнуться на новострой. Очень много домов строится новых в Хельсинки, и можно на этапе планирования договориться о строительстве, финансировать строительство этого дома отдельно под доходный дом-гостиница, апарт-гостиница. Вот такой вот призыв у меня. Может быть, кто-то захочет поучаствовать в этом мероприятии, в этом направлении. Я бы с радостью, потому что масштабировать этот бизнес легко, но для масштабирования требуется, в общем-то, команда. Одному это очень тяжело.